Добрый вечер, большая страна! Все свои достаточно большие и серьезные амбиции. Ну, в целом, наверное, будет справедливо, но в любом случае. Смотрим, друзья. Поехали. Динамо, Ленинградец, Ленинградец, Динамо, стадион Петровский. Начинаем этот матч. Да, но при этом и забивает, конечно. Немного сейчас момент на голову! От Максима Хромцова мяч взлетает в ворота Давида Волка. И вот так вот 1-0 открывает счет Ленинградец. Абсолютно курьезный, странный какой-то момент. Атака Ленинградца на левый фланг разворачивает. Пока ничего не предвещает никакой беды, но... Вот здесь обратите внимание, пытался Маркин дотянуться. И Хромцов не очень удачно ногу поставил, который держал Колесниченко. Ну и, конечно, Хромцов срезал очень-очень здорово мяч в свои ворота. Но только с той лишь разницей, что, конечно, в свои. Развернуться в одну сторону, в другую, прострелить. А в атаку его поддерживает исключительно Сердера. Вот сейчас Кагермазов. Отличная передача, удар! И еще гол! Гоу! Никита Глушков сравнивает счет. Вот так вот Николаев разводит руки по сторонам. Не понимая, как же так дали просто ленинградские защитники. Вот так спокойно футболистам Динамо атаку до ума довести. Никита Глушков 1-1. Вот одна, одна атака Динамо была. Вторая волна накатила. И вот теперь с третьей, что называется, попытки, с третьего захода удалось, я бы даже сказал, не забить, а внести буквально мяч в ворота. Там большое количество футболистов Динамо было в чужой, даже не штрафной, а площади ворота. Аж к угловому флагу. Один в один может разобраться и разбирается. Выходит в штрафную девятнадцатую номер. Удар по воротам. И Волк действует здорово, но момент не закончен. Нужно еще вынести мяч защитникам Динамо. Вот только теперь они с этой задачей справляются. И вот Колесниченко здорово дальше играет на Маркина. Пошел Маркин, пошел Маркин. Бьет очень классно выше мяч летит. Отличный момент. Такая ласточка относительно того, что ленинградец не устроит. Сегодня ничейный исход. Нужна победа. Назад Глушков. Абдуллахи подачу на дальнюю. Делает опасная ошибка. Эгош Кассентура забивает. И вот так, пожалуйста, ошибается здесь молодой совсем Егор Смирнов. Просто-напросто потерял он тут немного ворота. И Кассентура, про которого мы сегодня так много говорили, что не вывезешь на его креативе. Но здесь совсем не пришлось ничего выдумывать. Не пришлось изобретать велосипед. Просто нужна была одна подача и просто один гол. 2-1 Динамо. Очень близки к тому, чтобы вырвать победу в этом матче и увезти три очка в Дагестан. Потрясающая концовка. Хотя, может быть, это еще не конец встречи. Но 89-я минута становится удачной и результативной для гостей. С футболистами обеих команд. И как раз-таки коллега Бурнашов туда отправляется. Николаев головой скидка. И можно здесь забыкать. Но буквально чудо какое-то спасает сейчас Махачкалинскую команду. Друзья, здесь с вами еще раз смотрим из-за этой подачи. Николаев головой. Там Маркину уже скидывал он мяч. И выдохнул сейчас весь Дагестан. И сложно было, конечно, понять, где он. Смирнов. Смирнов. И все, звучит финальный свисток. 2-1. Динамо вырывает очень сложную победу на стадионе Петровском. На стадионе, на котором командам из Дагестана исторически не очень везло. Но сегодня совсем другой день. Совсем другая игра и совсем другой футбол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...